В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. В единстве наша сила. В день единства народов Дагестана Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам, а любители конного спорта принимали участие в скачках, призовой фонд которого составлял 3 миллиона рублей. Россия – гарант партнерства. В Дагестане стартовал четвертый ежегодный российский исламский экономический форум. Лучше подстраховаться, чем потом чинить поломки. В Махачкале прошли командно-штабные учения МЧС по ликвидации последствий ливня и ветра на объектах ЖКХ. Цель одна – привезти домой золото. Дагестанские вольники готовятся к молодежному первенству России. 15 сентября вся республика отмечает День единства народов Дагестана. Праздник относительно молодой. Решение о его введении было принято в декабре 2010 года. Впервые его отметили в 2011-м, как память о событиях середины 18 века, когда дагестанское народное ополчение повергло в бегство войска Надершаха. В этот день по всей республике традиционно проходят народные гуляния, концерты и ярмарки. Так, на центральной площади Махачкалы собрались представители всех городов и районов республики в национальных костюмах. Традиционно в этот праздник глава республики Сергей Меликов вручил госнаграды дагестанцам, отличившимся своим трудом и достижениями. Среди награжденных заслуженный врач Дагестана Исед Иседов и школьник эскизляра юнормеец Тимур Гусейнов, который спас тонувшего мальчика. Призовой фонд в 3 миллиона рублей. Скачки в День народного единства прошли в конно-спортивном клубе «Зебра». В соревнованиях приняли участие 200 жакеев из Дагестана и соседних регионов. Все подробности в сюжете Ларианы Шамхалаевой. Вкусные угощения, ярмарка и гнеды из кокуны. В День народного единства в конно-спортивном комплексе «Зебра» многолюдно. До главного события праздника – скачек – прошли соревнования по конкуру. Милана Магомедова из Махачкалы занимается конным спортом с 12 лет. С ахалтикинцем Марисом в паре девушка работает год и уже есть результат. Поздравляю с общей победой. Спасибо. Мы тоже очень рады. Я не сомневалась в нем ни на секунду. Он тоже не сомневался в себе. Это крик победы. На третье место лошадь была спокойнее. И конь знал, что ничего такого в принципе не будет. Потом, когда он услышал, что он занял третье место, а не первое, он очень сильно разозлился. И поэтому 8 сантиметров он меня протащил. Сказал, мы будем первыми. И мы заняли первое место. Я ни капли в нем не сомневалась. Подобные соревнования проходят в День единства народов Дагестана ежегодно. По словам организаторов, в отличие от прошлых лет, нынешние скачки проходят с большим количеством участников, в том числе и из других регионов. В первую очередь хотелось бы отметить большое количество участников. Конечно же, на это повлиял призовой фонд. Хотел бы напомнить общий призовой фонд. 3 миллиона рублей. То есть получается на каждый заезд это призовой фонд 300 тысяч. Конечно же, такая сумма не может быть не отмечена. Поэтому такое большое количество. Сразу бы отметил, более 200 лошадей. Прибыло бы на эти соревнования. И около 60 получается уже из соседних республик. Все это для того, чтобы люди все больше и больше увлекались этим замечательным видом спорта. В первом заезде победил участник с Карачаева Черкесской республики Роберт Чумаев со своим сэнсэем. Сэнсэя я в пятилетнем возрасте купил. В Москве на ипподроме он все, что возможно, все там выиграл. Дерби выиграл. Начиная с двух лет он не беспроигрышная лошадь. Это очень сильный боец. Нас не подводит пока. Пока планирую еще дальше выступать на нем. Гастер-приемный Дагестан. Первый раз участвуем в этапных скачках. Первый раз у нас в этом году. Только начали этим видом популяризировать, можно сказать. Сейчас планируется еще третий этап. У нас в Карачаево-Черкесии уже будет. А сейчас вот через две недели планируем поехать в Турцию на игре кочевника. Если пригласят, вот в следующий этап там будем бороться. За увлекательными соревнованиями наблюдало большое количество болельщиков, как взрослых, так и детей. Я учусь в школе. Сегодня у нас выходной. Решил провести этот день с пользой, с семьей. Пришел сюда на скачки. Очень нравится. В Дагестане, конечно же, нужно, потому что наши предки тоже скакали на лошадях. А сам я, ну как сказать, не так профессионально умею скакать. Но в горах, как бы, для любителя нормально. Вот это кониспорт. Мы уважаем любым спортом в моей жизни. Я сам в свое время очень в многих местах поскакал. У меня были лошади. На скачке участвую и болею, которые здесь скакают. Они все мои друзья, знакомые. Я приехал сюда болеть за них, за их лошади. В перерывах между заездами желающие могли послушать нашиды известных дагестанских исполнителей. На мероприятии присутствовали и официальные лица. Гвоздем программы стала демонстрация различных элементов джигитовки. Акробатические трюки не оставили равнодушными зрителей. По результатам 10 заездов были определены победители и призеры. Все они получили денежные вознаграждения, кубки и медали. Лариана Шимхалаева, Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Сергей Меликов поздравил муфтия Дагестана шейха Ахмада Абдулаева с днем рождения. Символично, что в день единства народов Дагестана день рождения у человека, который многое делает, чтобы это единство сохранить. Отметил в своей поздравительной телеграмме Меликов. Глава Дагестана пожелал духовному лидеру республики крепкого здоровья, счастья в обоих мирах, а также успешного продолжения всех намеченных добрых дел во благо Дагестана и всей мусульманской умы. В Дагестане с участием главы региона Сергей Меликов стартовал четвертый ежегодный российский исламский экономический форум «Россия. Гарант партнерства». Среди основных тем обсуждения – регулирование исламского финансирования в Российской Федерации. Напомним, впервые подобный форум прошел в Москве в 2018 году при поддержке Сбербанка. Сотрудничество Дагестана и Сбера глава республики назвал продуктивным, а собравшимся он пожелал плодотворной работы. У природы нет плохой погоды, но лучше учитывать ее капризы. В Махачкале прошли командно-штабные учения МЧС по ликвидации последствий ливня и ветра на объектах ЖКХ. По легенде, аварии произошли на подстанциях. Частично в городе были повреждены линии электропередач и нарушено газоснабжение. Кроме того, в результате дождевого паводка оказались потоплены цокольные этажи двух многоквартирных домов. Перед спасателями стояла задача оповестить население, провести эвакуацию пострадавших в пункты временного размещения, обеспечить граждан продовольствием и медикаментами и, главное, провести аварийно-восстановительные работы. По результатам учения был проведен анализ и разбор отработанных действий. Учение пошло нормально, все вопросы отработали, все намеченные цели поставленные задачи выполнены и продолжаем в дальнейшем жизневажных объектов приводить в соответствие. Мы неестественно проводим не один раз эти учения, в принципе, те мероприятия, которые мы совместно проводим, слажены, мы отрабатываем в ходе этих штабных учений. Естественно, я не могу сказать, что мы все это всегда проводим со стопроцентным успехом, но взаимодействие налажено. Некоторые маленькие недостатки, которые в ходе командного штабного учения будут выявлены, будут устранены в рабочем порядке. И вся система, я думаю, что будет готова к действиям в осенне-зимний период при возникновении аварий и нарушении системы жизнероспечения. Дагестанские вольники готовятся к молодежному первенству России. Технику и тактику на Приморской базе в пригороде Махачкалы оттачивают 60 борцов. Наставники надеются на обильный урожай медалей. Курбан Рагимов посетил одну из тренировок и узнал, с каким настроем команда подходит к ответственным соревнованиям. Десять дней до вылета на первенство России в Ханты-Мансийск. Подготовка в самом разгаре. В день борцы проводят по две интенсивные тренировки. Цель у спортсмена в одна – привезти домой золото. Тренировки, правильное восстановление и хороший сон – вот чего порой может не хватать борцам в обычное время. Сборы вместе с молодежной командой проходит чемпион мира и Европы Абазгаджи Магомедов. Титлованный вольник из Хасавюрта в эти дни мог бороться на втором для себя чемпионате мира. Однако здесь он готовится к турниру в Минске. С одной стороны, очень грустно, что когда ты попадаешь на мир и не можешь бороться, это все равно обидно бывает, потому что столько мы тренируемся, чтобы бороться на мирах, на Европах. И когда лишают нас эти возможности, нам очень обидно. Ну, впервые с тренерами поговорил, спросил у них разрешение. Они мне разрешили и приехал сюда, чтобы войти в форму, соблюдать режим. Наверное, я амбициозный, хорошие ребята, растут. И опытом тоже поделился. Турнир в Ханты-Мансийске соберет около 350 борцов. Перспективы выступить на оперенстве мира пока туманные, но спортсмены не унывают и продолжают выкладываться на тренировках. Осенью их ждет ряд всероссийских турниров как в Дагестане, так и в других регионах страны. Не только ребята, но и тренеры. Вот каждый утром, вечером целый день в зале проводишь. И просто готовишься, и даже так подшучивать, спрашивать, куда готовитесь. Ну, на самом деле, если так додуматься, мы готовимся, получается, внутри страны. Но хорошо, что сейчас календарь такой загруженный. Очень часто начали проводить соревнования. Вот Спартакеаду провели, сейчас будет лига подобного в Хасавюрте, в Махановский турнир, Алиевский турнир планируется провести. И вот эти турниры, они хотя бы какое-то утешение ребятам дают, что практику какую-то надо проходить, надо держать себя. Первенство России стартует 27 сентября в Ханты-Мансийск. Дагестанская команда Вольникова отправится за два дня. Команда у нас очень собранная, дружная. Все готовятся, пашут и готовы выигрывать. Ну, сейчас я уже потихоньку набираю форму. Сейчас, наверное, на тройку в данный момент. А к концу сбора уже, иншалу, будет все отлично. Думаю, и вот первый турнир, первенство России. Постараемся выиграть, а дальше уже, как тренера скажет. Ну, осень такая насыщенная, да, будет на соревнованиях? Надеемся. Смотрите наши выпуски на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова